Добрый вечер. В студии с выпуском новостей Ирина Воронцова. События региона за два дня до Нового года. И вот некоторые темы. Ужесточение антитеррористических мер и лидирующие места в итоговых экономических рейтингах. Последнее в этом году заседание регионального правительства. Самый долгожданный подарок к Новому году. Сегодня день освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков. Приятный сюрприз для многочисленных покупателей. Более сотни калужан приняли участие в предновогоднем флэш-моде. Теперь эти и другие темы более подробно. Главная тема всех российских информационных агентств накануне Нового года – повторный теракт в Волгограде. Второй за минувшие сутки. По предварительной информации Следственного комитета России, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В результате 14 человек погибли, 28 госпитализированы. Взрывное устройство мощностью не менее 4 килограммов в тротиловом эквиваленте было начинено поражающими элементами, идентичными тем, что были обнаружены на месте вчерашнего теракта на железнодорожном вокзале. Жертвами первого взрыва, напомню, стали 16 человек. С минуты молчания в память о погибших началось сегодня заседание регионального правительства. И сразу же к теме обеспечения безопасности в регионе. В будущем году решено увеличить количество уличных камер видеонаблюдения. Глава региона рекомендовал активнее работать с частными организациями. Имеющееся у них подобное устройство также фиксирует происходящее на улицах, а материал хранится в архивах. Тему продолжит Сергей Панов. У терроризма нет границ и национальностей. Поэтому в последние годы в России имеет большое значение контроль правоохранительных органов над ключевыми социальными объектами. В этом должна помочь система видеонаблюдения. Первые камеры в населенных пунктах Калужской области уже появились. Следующий этап – накрыть всевидящим оком важные участки автодорог и места массового посещения. Причем структура будет подпитывать себя сама. Все средства, которые будут поступать в виде штрафных санкций, весь следующий год будем на дополнительное дооснащение направлять. Значит, вот 21 миллион поступило, пожалуйста, давайте свои эти, Юрий Сергеевич, проект на дополнительную установку, дополнительного количества этих камер. Значит, установите. Дополнительные деньги получите и опять установите. И вот так, что успеете сделать за 2014 год, то все и ваше. Даже при всех возможных угрозах жизнь в 2013 году в Калужской области шла по неизменным экономическим законам. Например, по объему отгруженной продукции, обрабатывающих производство на душу населения, мы занимаем первое место и в ЦФО, и в России. Также верхняя строчка рейтинга ЦФО в области по объему промышленного производства и по объему инвестиций в основной капитал на душу населения. В России по этим показателям мы занимаем пятое и семнадцатое места соответственно. В шаге от вершины окружного рейтинга регион остановился по реальным денежным доходам населения и по прямым иностранным инвестициям. Почетное третье место в Центральной России Калужская область занимает и по размеру средней заработной платы. Чтобы оставаться на столь высоких позициях, муниципалитетам необходимо придерживаться экономического курса, выбранного регионом. Надо работать над привлечением инвестиций, надо внимательно относиться к каждому инвестору. И надо, как мы и договаривались на последней встрече с представителями малого бизнеса, особый упор сделать на развитие малого и среднего бизнеса. И создавать максимально благоприятные условия, свободу полную давать развитию малого и среднего бизнеса в рамках действующего законодательства. Глава региона определил еще несколько важных направлений развития области. В 2014-м в приоритете будут проект «Чистая вода» и благоустройство муниципалитетов. Сергей Панов, Александр Бурылкин, телекомпания НИКО-ТВ. 72 года назад Калуга получила самый дорогой новогодний подарок. Вспомнить об этом сегодня на площади Победы собрались ветераны, представители власти, военные и молодежь. 30 декабря 1941 года советская армия освободила город от немецко-фашистских захватчиков. Тяжелые оборонительные бои длились 7 дней. 50-я армия сражалась на юго-восточной окраине Калуги. Основные силы наших войск подошли 29 декабря. Ночью начался штурм города и к 11 утра 30-го он был полностью освобожден. В память освободителей сегодня почли возложение венков, без митингов и помпезных речей. Для калужан был самый лучший праздник, самый лучший подарок советской армии. Ну, надо сказать, тогда было очень холодно. 36-38. Ну, ничего. Войска взяли Калугу. 72 года отделяет от того события, когда действительно Калуга стала свободной. И, к сожалению, становится все меньше тех людей, которые принимали, и чьим трудом, чьи заслуги действительно завоевана эта победа. Конечно, этим надо дорожить. Хорошо, что сегодня на митинге присутствовали как раз то поколение, которому действительно досталась эта свобода. В микрорайоне Правобережья Калуги готовится к новоселью. Здесь, в рамках Совета по реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» состоялось открытие первой очереди комплексной застройки «Кошелевпроект» и детского сада на 11 групп. Другие итоги строительного года в репортаже Сергея Романова. Молодым родителям Правобережья теперь проще будет найти работу. Ведь появилась возможность отдать ребенка в новый детский сад на 220 мест и заняться своим трудоустройством. В дошкольном учреждении «Мозаика» было построено той же компанией, которая занимается здесь возведением жилых домов. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. И нам очень приятно работать на территории Калужской губернии. Меня неоднократно спрашивали на совещаниях на самом высоком уровне, где тебе лучше всего работать. И я всегда абсолютно искренне говорю, что это на территории Калужской губернии. В новом детском саду есть все, чтобы маленькие калужане чувствовали себя комфортно и безопасно. Просторные игровые, уютные спальни, медицинский блок, бассейн, современная система охраны. И хотя в области уже решена проблема в очереде для детей от 3 до 7 лет, детские сады будут открываться и дальше. Сотрудничаем с нашими застройщиками, которые строят новые жилые комплексы, в том числе вот СУ-155, одна из крупнейших строительных компаний России, которая много строит жилья и у нас в области, в Калужской, здесь, в Калуге, в Обнинске. И вот в счет тех денег, которые СУ-155 должна была заплатить как арендную плату, Михаил Дмитриевич говорит, давайте лучше я вам подарю детский садик. И мы на это согласились. Будут продолжать сотрудничество из еще одной строительной компании, которая занимается уже малоэтажной застройкой. Небольшие трехэтажные дома по вполне приемлемой цене за квартиры. И уже есть первые жильцы. Им торжественно вручили ключи от новых квартир и, как приятный бонус, плазменные телевизоры. Для нас это торжественный и важный момент. Я хочу поздравить наших жителей, уже не будущих жителей, а уже жителей. Я уверен, что жизнь в этом районе будет комфортной, удобной и радостной. Во всяком случае, мы все свои усилия приложим к этому, чтобы было именно так. Всего до 2015 года здесь планируют построить 10 тысяч квартир. Это более 420 тысяч квадратных метров. В этом же году в области в целом было построено 630 тысяч этих самых жилых квадратов. Жилой фонд областной столицы увеличился на 190 квадратных метров. Эти цифры были озвучены уже на заседании совета. Причем строятся квартиры всех классов, от элитного до эконом. И все они востребованы. Но все же, по мнению главы региона, упор надо сделать на многобаритные квартиры. Люди, которые к нам приезжают, не могут сразу купить большие квартиры. И они так и пойдут, потом молодые семьи в них будут жить в последующие годы. Они их будут перекупать. Мы сейчас по государственной программе много будем жилья закупать у вас. Ну таких, как ваши, таких домов. Из аварийного жилья. Кроме того, на совете прозвучала настойчивая рекомендация проводить исключительно комплексную застройку целыми микрорайонами с развитой инфраструктурой. Сергей Романов, Сергей Фондников, Денис Бирюков, телекомпания НИКО-ТВ. И еще о подарках главному празднику года. За несколько дней до Нового года в хозяйстве фермера Харчевникова открылся новый свинокомплекс, который включает убойный цех, цех по производству кормов. Благодаря нацпроекту по развитию АПК в это фермерское хозяйство было вложено более 130 миллионов рублей. Сейчас здесь содержится почти полтысячи голов свиней. Спрос на наше советское мясо, которое произведено, российское мясо, которое произведено в России, растет. Поэтому мы решили увеличить еще в два раза наши мощности. Теперь мы будем где-то выдавать 16-17 тысяч голов по году. Это качественное мясо, которое выращено здесь на российской земле, на российских кормах. Производство свинины – это очень рентабельное производство, но земля – это основа сегодня. И пожелания инвесторы приняли. Услышали меня, надеюсь, уже в этом году 301 гектар они в обработку запустили. И уверен, что...